Привет! С вами Ира и Легид Шляпе. Сегодня в Морозном Петербурге нам пророчили минус 20, но всего лишь минус 11, поэтому жить можно, хотя батарея у камеры не факт, что надежная. Сегодня я бы хотела вам рассказать немножечко о самом святом, о Достоевском. Мы находимся с вами на Сенной площади. Это одна из самых старейших площадей города, потому что ее ансамбль вообще оформился в правлении Анны Иоанновны. В 1737 год эта площадь уже существовала. И название, которое, кстати, существует не только в Петербурге, Сенная площадь есть много где. Но по названию понятно, что торговали здесь в первую очередь сеном, соломой и дровами. Поскольку конная тяга тогда автомобилей не существовала, то можем себе представить, что по большому счету это была такая большая бензоколонка. Но, конечно же, на этой площади стали торговать не только сеном и дровами, но еще любыми остальными товарами и продуктами, и непродуктовыми, маскотельными, то есть бытовой химией и так далее. При этом существовала традиция, торговать можно было до 12 часов, то есть до полудня. Был установлен специальный флагшток. Когда флаг был приспущен, торговля разрешалась. Только флаг поднимали в 12 дня, соответственно, торговля прекращалась. Это было сделано специально для того, чтобы по территории площади можно было потом спокойно перемещаться. Ну и улица, которая ныне всем известна как Садовая, это ее официальное название, одна из таких центральных улиц нашего города. Да когда-то она тоже называлась Синная, и вела она, соответственно, к Невскому проспекту. А несколько позже Синную, саму эту площадь соединили еще одной такой значительной артерией, сейчас это Московский проспект. Когда-то он был за Балканским, но вообще это раньше была дорога на Царское село, на Москву и, о боже, на Киев. В общем, такое центральное место в городе, гораздо более важное, пожалуй, чем Дворцовая площадь в свое время. Ну и в те же времена, когда площадь сформировалась, здесь построили храм. Храм Успения Пресвятой Богородицы, так он назывался официально, он стоял вот примерно на этом месте. В народе он просто был известен как Спасно-Синной, в таком красивом барочном стиле. Строили его на деньги купца, миллионера по тем временам, Савы Яковлева. И даже существовала такая байка, легенда, то есть это не подтверждается документами, что на колокольне этого собора был огромный колокол. А язык этого колокола был, скажем так, его привязывали специальным замком и отвязывали только по разрешению вот этого Савы Яковлева. То есть у него был ключ, когда он хотел, он разрешал в него позвонить, но это не точно. Ну и храм этот такой, центровой, скажем так, он пережил и революцию, и блокаду, и 30-е годы, когда храмы активно сносили, но все равно постигла его та же участь, в 60-е его снесли. И на месте построили, ну вот, соответственно, выход из станции метро Синная площадь, выход и вход. Кстати, у станции тоже неоднозначная судьба, потому что в 99-м году здесь обрушился козырек. Собственно, погибли люди. Событие было трагичное, но несмотря на это все равно возник такой каламбур, ее назвали без козыркой в народе, но у аналогичных станций метро, подобной же конструкции, эти козырьки спилили. Ну и сейчас вот здесь вот находится у нас небольшая часовня, которая говорит о том, что, возможно, спас на Синной восстановят. Насколько это возможно, непонятно, потому что каждый год ведутся разговоры, что да-да-да, вот-вот принято решение восстановить. Но пока что, пока что здесь все еще станция метро. Но пойдем потихонечку. Сейчас мы перейдем дорогу, переходим мы ее к вот этому небольшому строению. Это здание Гаупвахты. Когда-то здесь ансамбль был очень, ну, такой гармоничный, скажем так, потому что вот этот вот вход с портиком, он расположен, скажем так, не параллельно улице, да, стоит под углом. И точно так же располагался вход в спас на Синной, тоже под углом, и там тоже был такой портик с колоннами. Вот, а само это здание, это караульный дом, причем единственный караульный дом, вот единственное подобное строение, которое сохранилось в Петербурге, как считается. Вот. И здесь целых два дня провел одно время Федор Михайлович Достоевский. Дело в том, что в то время он был редактором журнала «Гражданин». И там разместили заметку о том, что прибыли в Петербург киргизские депутаты. Их встретил император, что-то формальное сказал, поприветствовал их, они что-то формальное ему ответили, ну и все, и вот об этом Достоевский написал. Выяснилось, что, чтобы процитировать императора, нужно было получить разрешение, то есть согласовать, а он этого не сделал, поэтому последовало наказание. Но его хороший товарищ Анатолий Федорович Коней, юрист, он позаботился о том, чтобы наказание Достоевский, так сказать, отбывал в очень комфортном для себя режиме. Он определенное время выбрал, и вот заехал сюда на два дня, посидел тут, даже, по-моему, фотография сохранилась, если найду, обязательно покажу ее в видео. И прочитал здесь, точнее, перечитал роман Гюго «Отверженные». В общем, отлично провел время. Они со второй женой уже были в браке, были маленькие дети, и они договорились, что для детей он якобы уехал в командировку в Москву. Потом он вышел отсюда, купил им подарки и, типа, приехал из командировки. Вот эти вот дома, по правую руку от меня, они, кажется, что они древние 19 века, но даже в 19 веке, еще там в середине, тем более в начале, таких высоких домов, конечно же, не строили. Это очень такая, ну, удачная, наверное, имитация, может, кому-то неудачная, но тем не менее. 50-е годы, то есть середина 20 века, они здесь построены. Ну, вообще, Синная площадь, это считалось таким чревом Петербурга, животом, ну, поскольку торговля, опять же, здесь, помимо торговли, где торговля, там и воры. Карманники многочисленные, плюс всякие женщины с низкой социальной ответственностью, плюс куча попрошаек, в частности, были профессиональные попрошайки женщины, которые, ну, с маленькими детьми, с младенцами, заворачивали этого младенца в тряпочки и просили милостыню в тряпочке, в одеяльце, ну, во что-то. Вот, при этом этого младенца зачастую не кормили, чтобы он орал погромче, и таким образом вызывать дополнительную жалость. Но даже когда этот ребеночек умирал, его все равно еще могли некоторое время с собой таскать. Плюс, бывало, что ребеночка не находилась, тогда могли завернуть в одеяло полено и тоже с ним просить милостыню. Плюс, существовали самые разнообразные, если вернуться к теме, воришек. Были такие специальные женщины под названием цапки, ну, в народе их называли цапки, которые подбегали к телеге с сеном, выхватывали какое-то количество, ну, сколько она могла ухватить, и убегали. Вот так вот она побегает какое-то время, а потом перепродает это сено, и нормально. Но вообще даже существовали в 19 веке огромные весы, на которых прям заезжала целая телега с сеном, и тоже его вот таким вот образом взвешивали. А уже во второй половине 19 века по проекту Китнера построили на Сенной прекрасные торговые павильоны из инновационных тогда материалов, из стекла и металла. Но это сейчас для нас эти материалы абсолютно, ну, скажем так, банальные, что там ково. Тогда эти павильоны, они просто были суперинновационной конструкцией. И по сравнению с тем, что раньше здесь происходило на Сенной, какой она облик имела, это, конечно же, было очень круто и красиво. Ну и Сенная площадь непосредственно связана с произведениями Достоевского и самим Достоевским. Здесь именно на Сенной Раскольников принимает окончательное решение о том, что он пойдет убивать старуху. Здесь же он раскаивается, просит прощения и целует эту грязную землю. Вот, а если посмотреть вот в ту сторону, вот, да, мы туда сейчас не пойдем, но там как раз через Садово следующий маленький такой переулочек. Ныне он называется переулок Бринько в честь летчика. Когда-то это был Таиров переулок, ну, хотя точнее как, когда он только сформировался изначально, его тоже называли Сенной. Потом это название было утрачено и какое-то время переулочек был безымянным. Ну и впоследствии его назвали Таировым в честь, соответственно, купца. По фамилии купца Таирова, доходный дом которого был рядом совсем. Ну и этот переулок печально известен, потому что там находилось несколько публичных домов. Ну и вообще их здесь в районе Сенной площади насчитывалось одно время парочка десятков. Туда тоже заходит Раскольников в своих размышлениях. Он часто бродил по городу, смотрит на этих женщин. Под вечер женщины дежурной проститутки выходили, завлекая неприличными женщинами своих клиентов. Ну и как можно было отличить проститутку от приличной женщины? Очень просто на самом деле. В XIX веке, да и ранее, приличная женщина на улицу без головного убора и без прически выйти не могла. Всегда волосы как-то должны были по моде быть убраны, но и, соответственно, головной убор. Женщины-проститутки ходили с волосами не зачесанными. Соответственно, отсюда в русском языке появился глагол опростоволосица. И еще одна точка, которую я бы хотела показать. Вот это вот терракотовый, наверное, дом в ту сторону и дальше, аж до фонтанки. Это когда-то была территория, выкупленная князем Вяземским. И князь Вяземский был весьма предприимчивый чувак, скорее всего, преспринципный. Ой, за слово «чувак» мне напишут, наверное. Он там построил несколько доходных домов. Но быстро вот этот весь микрорайон превратился в такой, скажем так, притон. Там было много всего. Там были разные портерные. И дома, соответственно, доходные, но для бедняков. И там была чайная, которую, кстати, в народе называли мышеловкой, потому что чины сыска, полиция там очень часто любила работать под прикрытием и ловить преступников. Хотя даже порой полиция боялась зайти вот в эту территорию. Пойдем потихонечку. Боялась зайти, потому что, ну, очень запросто там могли убить, напасть, убить и похоронить прямо там, где-то под полой, вот в дебрях этой Вяземской лавры. А почему это называлось лавра? Конечно, никакого отношения к монастырю не имеет это место. Это было название исключительно ироничное. У нас, кстати, в Петербурге, ой, в Петербурге, говорю, вообще в России, лавр совсем немного. Насколько я знаю, их две, по-моему. Знатоки могут написать в комментариях, сколько. Раньше их было четыре. Ну, то есть, все равно их совсем немного. Это высшего ранга мужской монастырь. Ну, а здесь это было так иронично. И ее снесли, убрали, наконец-то, этот печальный страшный район уже только в начале 20 века, когда стало совсем понятно, что надо что-то с этим делать. А мы сейчас с вами перешли канал Грибоедова. Ранее он Екатерининский названный так. В честь Екатерины Второй мы сейчас уйдем направо. Потому что именно в правлении Екатерины он, ну, собственно, его прорыли, и он обрел гранитные берега. Но, опять же, в былые времена, в народе его очень часто именовали Канавой. Во времена Достоевского тоже. Он сам неоднократно в своих произведениях использует это народное название. Перешел через Канаву, ну, вот как-то так, или там вышел на Канаву. Ну, можно догадаться, что состояние этого канала было в таком прекрасном виде, в кавычках. Вот, что иначе просто не назовешь. Мы сейчас подходим к улице, которая называется Казначейская. Когда-то она была Малой Мещанской. И именно на этой улице Федор Михайлович в разное время снимал целых три квартиры в трех разных домах. Но примечательный из них, пожалуй, только два. Ну, точнее, один всем известен, потому что там мемориальная доска висит, мы к нему подойдем. А вот он первый, вот этот розовый дом, в котором, вот даже тут вот есть в окне маленький плакатик, но мемориальной доски здесь нет. Да, именно здесь он написал записки из мертвого дома. И униженные, и оскорбленные. Во втором этаже, в квартире номер 4, это доходный дом Остафьева. Я думаю, фамилия Остафьева никому ни о чем не говорит, но просто был это обычный доходный дом. И здесь он снимал квартиру из пяти комнат с кухнею. Кстати, пять комнат, по тем временам это не так уж и много. Вот, в этом же доме, кстати, снимал квартиру также его старший брат Михаил. Ну, о семье я еще скажу. У Михаил и Федор, это два вот старших брата в семье, вообще их было семеро детей. И они практически с детства оба мечтали быть литераторами. Брат владел и издавал два журнала «Время и эпоха», и издательство находилось вот тоже в этом доме. Но впоследствии судьба у брата была достаточно печальна. Он рано умер, для Федора Михайловича это был удар. И журналы «Время и эпоха» сделали очень много долгов, очень много векселей, очень много долгов было под честное слово. Все это после смерти Михаила переходит Федора, у него еще свои долги. Потому что Федор Михайлович, вот что-что, распоряжаться деньгами он абсолютно не умел. И сейчас мы подходим к вот этому светло-розовое здание. Вот это один из самых примечательных адресов Федора Михайловича Достоевского, потому что именно здесь он написал «Преступление и наказание». Он жил во втором этаже, вот примерно где этот балкон, там находилась его квартира, по-моему, номер 36. Этот дом примечательен не только тем, что он написал здесь одно из самых величайших своих преступлений, о преступлении, произведении «Преступление и наказание», где эта табличка. Вот она находится. Ну там тоже, но вот здесь это самое такое примечательное место. Но, помимо прочего, здесь он познакомился со своей второй женой, Анной Григорьевной Сниткиной. Пойдем потихонечку туда. Как обстояло дело? После смерти своего, соответственно, брата Михаила, у него, у Федора Михайловича куча долгов. И он был вынужден подписать договор с издателем Стиловским, кабальный для себя. Это условием было создание очередного произведения буквально за месяц. И если он его не напишет, то на ближайшие там N лет все права на все будущие потенциальные произведения Федора Михайловича переходят этому Стиловскому. То есть он их будет издавать и зарабатывать деньги, а Федору Михайловичу ноль. Поэтому написать было очень важным. Сначала его друзья, знакомые литераторы пытались ему, естественно, помочь. И не предложили, что, мол, давай мы напишем буквально каждые по 2-3 главы, ты уже это приведешь в общий вид, ну и, соответственно, время выиграем. Но Федор Михайлович, он все-таки был принципиальный человек, он от этого варианта отказался. И тогда один знакомый его литератор посоветовал ему нанять стенографистку для того, чтобы просто ускорить этот процесс. И нашли эту Анну Сниткину, она была лучшей выпускницей курсов стенографисток. Она жила с семьей на песках в самой дальней их части, возле Александра Невской лавры практически. И вот она начала сюда ходить каждый день пешком с песков в этот дом. Естественно, она на тот момент была уже наслышана о Достоевском, как о таком очень талантливом человеке. По возрасту она, естественно, намного его младше. И вот они написали вместе этот роман «Игрок» за 26 дней. При этом она описывает в своих воспоминаниях, когда она увидела Достоевского. Это сначала, ну, в общем, производил он впечатление такого глубокого старика. Ну, потому что уже после каторги и после всего пережитого он, в общем-то, ну, по понятным причинам он выглядел как бы не юнцом. Вот. Но когда он начинал писать, рассказывать своё произведение, когда она записывала, он преображался, глаза начинали гореть, он как бы молодел. Ну, вот. Сейчас я продолжу буквально в двух словах ещё про Сниткину. Вот мы подошли к дому, который считается в краеведении домом Раскольникова. Именно здесь как будто Достоевский поселил своего этого прекрасного героя. Здесь ли он поселил или нет, мы точно не знаем, но скорее всего, да. Кстати, здесь есть замечательный знак о наводнении, точнее, об уровне воды в 1824 году. Это именно наводнение, которое описано у Пушкина в Минном всаднике. Но с учётом того, что культурный слой с тех пор поднялся, скорее всего, вода была вот не так, а повыше. Плюс никто не умел плавать, это был ноябрь. Соответственно, температура воды соответствующая, она прибывала очень много, но, в общем, очень много, очень быстро. В общем, это наводнение было весьма катастрофичным, а их в истории города было не так много, но редко, но метко называется. В 1777 году, это правление Екатерины II, 1924 год, также сильнейшее наводнение. Ну, а так, в принципе, в истории Петербурга они происходили буквально каждый год по нескольку разных, незначительных. Ну, пока дам будем построили, это была большая проблема. Так вот, когда роман «Игрок» был дописан, в этот день, в день Х, назначена дата, нужно было относить его Стиловскому. И Стиловский, тварь такая, по-другому не назвать, в этот день из города уехал. Ну, Достеревский приходит с произведением, отдавать его некому. И тут на помощь пришла Анна Григорьевна, ну, точнее, может быть, ей кто-то подсказал, что нужно роман отнести к нотариусу и заверить о том, что он закончен. Так они и сделали. И, в общем, Стиловский, к счастью, проиграл. Ну, и вот, проведя вот так вот вместе месяц, Достеревский понимает, что Анну Григорьевну он любит. А она уже тоже где-то как-то понимала, что любит его. И в очередной раз она пришла к нему, надела, по её воспоминаниям, очень красивое такое тёмно-лиловое шёлковое платье. А Достеревский в этот день, он просто решил, что он ей объяснится, но не знал, как, боялся. И поэтому он мне начал рассказывать, как будто бы, что у него есть идея, значит, написать роман. Там такой уже немолодой, бедный художник. И вот он так страдает, и там такая юная особая. И до неё сначала не дошло, потому что речь вообще так о ней и о нём. Но потом как дошло, и она ему ответила, ну, тогда бы я вас любила всю жизнь. Ну и, в общем, для него вот эта вот вторая его жена, первая была Мария Исаева, неплохая, но они несколько лет вместе провели в браке, она умерла от туберкулёза. Остался пасынок Павел, который ему кровью попил, потому что он там постоянно Достоевского просил и денег, и всего остального. Ну, а второй вот брак с Анной Григорьевной, он действительно был для Достоевского счастливым. Так вот, мы идём с вами от дома Раскольникова к Канаве. И я, пожалуй, сейчас сделаю следующее. Я зачитаю вам одно, один кусочек. Мы идём прямо. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей коморки, которую нанимал от жильцов в СМ-переулке, в столярном, на улицу. И медленно, как бы в нерешимости, отправился к Кокушкину мосту. Вот туда мы с вами направляемся. То есть мы сейчас идём по пути Раскольникова. Это вот самое-самое начало преступления и наказания. Он благополучно избегнул встречи со своей хозяйкой на лестнице. Коморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Да, и нанимал он коморку эту от жильцов. То есть это была такая в XIX веке субаренда. Я могла бы, например, снять, не знаю, две комнаты и сдавать одну. Или сдавать в одной половину, или какой-нибудь угол. И тогда тот бы, условный Вася, который у меня снимал бы этот угол, он от жильцов, от жильца от меня снимал квартиру. Ну, точнее, угол. Это было очень распространённой практикой. Ну и дальше там в преступлении и наказании, дальше описание вот этого района. На улице жара стояла страшная. К тому же духота, толкотня, всюду звёздка, леса, кирпич, пыль. И та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу. Всё это разом неприятно потрясло и без того уже расстроены нервы юноши. Нестерпимая живонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, завершили отвратительный грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собой, с прекрасными тёмными глазами, тёмнорус, ростом выше среднего, тонок и стройен. То есть, по описаниям этого района мы можем себе представить, что вот это продолжение Осиной площади, этот район города был довольно бюджетный, скажем так, ну и неприглядный. А мы сейчас перейдём на мостик, нам нужно перейти. Мы как-то идём, очень-то ничего. И вот он, Кокушкин мост, Кокушкин, считается одним из самых таких, пожалуй, если не самым литературным мостом в Петербурге, потому что он упоминается о многих произведениях. Ну, понятно, преступление и наказание. У Лервонтова Штос, там тоже он мелькает. Ну и у Николая Васильевича Гоголя, кстати. Вот этот вот дом в Кровидении, он дом Зверкова. Он такой высокий, по-моему, был изначально. Ну, может быть, совсем-совсем пристройка позже была сделана, но в этом доме Николай Васильевич почти два года жил. И здесь же он написал про славившие его вечера на хуторе Близди Каньки. Тоже вот к вопросу про литературный Петербург. Особенно знаменитым этот дом стал благодаря Гоголю, когда он его упоминает в записках сумасшедшего. Я развернул свой зонтик и отправился за двумя дамами. Перешли в Гороховую, поворотили в Мещанскую, оттуда в Столярную. Наконец, к Акушкину мосту и остановились перед большим домом. «Это дом я знаю», — сказал я сам себе. «Это дом Зверкова. Эко-машина, какого в нем народа не живет, сколько кухарок, сколько приезжих. А наши братья и чиновников, как собак, один на другом сидит. Там есть у меня один приятель, который хорошо играет на трубе». «Да, мы взошли в пятый этаж. Хорошо, — подумал я. Теперь не пойду, а замечу место и при первом случае не примену воспользоваться». Ну и, естественно, «Мост Кокушкин» известен также благодаря эпиграмме Пушкина, который, скажем так, он был зол на рисунок Норбека к Пушкину и Онегину. Ну, потому что для того, чтобы напечатать в журнале произведение, Пушкин дал определенные тезы, ну, как бы это сказать, изобразить его. А изобразили совершенно по-другому. Там такой рисунок. Они вроде как стоят на этом мосту на фоне Петропавловской крепости, но, в общем, ему очень не понравилось. И вот родились вот эти строки. Вот перешед через мост Кокушкина, першись жопой о гранит, сам Александр Сергеевич Пушкин с месье Онегиным стоит. Не удостаивая взглядом твердыню власти роковой, он крепости стал гордо задом, не плюй в колодец, милый мой. Теперь я попробую надеть перчаточку, потому что ручка отваливается. Ну и сейчас мы выйдем опять на Садовую улицу. А я бы хотела вот отсюда показать следующий мост у нас Вознесенский, который тоже неоднократно упоминается в «Преступление и наказание». Там Раскольников стоит на нем и смотрит на воду, опять же задумавшись. Он там видит самоубийство женщины, которая бросается в канал. И там же рядом Екатерина Мармеладова, сошедшая с ума, заставляет своих малолетних детей танцевать и петь, выпрашивая милостыню. А вот этот вот дом желтенький, получается, вот у нас идет красивый дом с башенкой, а дальше такой светло-желтый. Вот этот вот дом считается, ну опять же, как прототип, мы идем туда, дом, в котором проживала Соня Мармеладова по Достоевскому. И по поводу этого дома, там сейчас у меня есть маленький кусочек. Вот. А Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня. Дом был трехэтажный, старый и зеленого цвета. Он доискался дворника и получил от него неопределенные указания, где живет Капернаумов портной. Отыскав в углу во дворе вход на узкую темную лестницу, он поднялся, наконец, во второй этаж и вышел на галерею, обходившую его со стороны двора. Ну, а вообще-то, в реальности этот дом, в котором была, ну, точнее, располагалась казенная палата. Мы вышли с вами на Садовую улицу. Я бы просто хотела буквально скользь показать еще одно место, непосредственно связанное с Федором Михайловичем, потому что вот, где начинаются деревья, по левую сторону, это у нас Юсуповский сад, точнее, сад Юсуповского дворца. Анна Григорьевна и Федор Михайлович после свадьбы практически сразу уехали за границу и провели там несколько лет, потому что Анна была мудрая жена, и она понимала, что Федор Михайлович, он в таком состоянии тогда был, что ему просто было необходимо это путешествие. Она продала практически все свое преданное, и на эти деньги они уехали. При этом тоже не секрет, скажем так, что Федор Михайлович очень долгое время страдал игроманией. Он играл в карты, он проигрывал, потом ему, ну, как это сказать, подфартило в какой-то момент, он вдохновлялся и начинал играть заново, но в основном, конечно, он все проигрывал. Вот, и она это все терпела, она понимала, что это ему надо, что интересно, игромания у него длилась лет, ну, 10 лет точно он этим очень сильно страдал, а потом в какой-то момент его как отрезало, ну, то есть вот перестало. И все, и последние 10 лет своей жизни он больше не играл ни разу. Так вот, когда они уехали за границу, там у них родилась сначала дочь Соня маленькая, умерла она, несколько месяцев ей было, затем родилась, по-моему, дочь Любовь, да, и они возвращаются из-за границы и выбирают вот здесь, они поселились буквально в двух шагах напротив вот этого Юсуповского сада, здесь же, когда они жили, родился сын, третий сын, получается, у них Федор, свернем сюда, и вот по поводу выбора этого места проживания Анна Григорьевна пишет в своих воспоминаниях, мы выбрали эту местность с той целью, чтобы наша девочка в жаркие июльские и августовские дни могла проводить в Юсуповском саду, который находился в двух шагах от нас время, и здесь рождается вот их третий сын Федор, ну, то есть, опять же, по описаниям Иоанна Григорьевны и по произведениям Достоевского и по многим другим свидетельствам вы можете представить, что в Петербурге в июле, особенно и в августе, действительно бывает жара, просто мне многие говорят, что вот, мол, какой у вас там холодный город, не бывает такого лета, а вот и бывает, потому что здесь климат в большей степени морской, высокая влажность, и когда температура повышается, ну, там больше 23-25 градусов, все, лето летнее, и действительно жара и духота, плюс в 19 веке сплошные кони на улицах с соответствующими выделениями, и все это высыхает, все это пахнет, и плюс еще пыль, грязь. Вот почему раньше все петербуржцы на лето старались уехать на дачи, и все, у кого была такая финансовая возможность, уезжали, ну, потому что просто невыносимо было в этой жаре, в этой вони, в духоте вот тут находиться. Но возвращаясь к детям Достоевского и Сниткиной, вот у них потом еще родился четвертый ребенок, Алексей. Вот четверо было детей, у них и двое из них умерли. Первая девочка за границей умерла во младенчестве, и последний сынок Алексей, он тоже здесь умер в возрасте трех лет, это они уже жили на своей последней квартире, где потом и Федор Михайлович умер, где сейчас находится его музей-квартира в Кузнечном переулке. Но вообще судьба Достоевского и судьба Петербурга, они взаимосвязаны. Дело в том, что сам он родился в Москве, и, как известно, Федор Михайлович был дворянином. У него было дворянское происхождение, у их семьи считается, что им, каким-то предку, естественно, пожаловали имение под названием Достоева. Отсюда, собственно, и фамилия. Но некоторые исследователи спорят по поводу того, был ли Достоевский русским или какой-то другой национальности. Возможно, там смесь какая-то. Его отец был медиком, достаточно жестоким человеком по своей природе. Мать была добрая, но она умерла достаточно рано, по-моему, тоже от туберкулеза. После этого у отца, видимо, немножечко крыша поехала. Он стал пить и еще более жестоко относиться к, в частности, к своим крепостным. Вот почему по официальной, точнее, это даже не официальная версия, это одна из версий, но достаточно устойчивая. Его убили. То есть он был убит своими же крепостными отец Федора Михайловича, что тогда очень повлияло на него. И в некоторых произведениях Достоевского тема отцов и детей, во-первых, очень сильно прослеживается. В романе «Подросток», например. А также тема отцеубийства. В «Братьях Карамазовых» это есть. Ну, Достоевский начинал как такой новый Гоголь, как известно, так его называли. На самом деле это, конечно же, ну, я бы не сказала, что это прям точно. Сейчас я отвлекусь от Достоевского. К сожалению, у нас здесь идет ремонт. А, можно подснять, попробовать. Вот на этом доме у нас мемориальная табличка с надписью «Нос майора Ковалева». И, собственно, с этим носом не видно. Ну, ладно, я найду картинку, подставлю. Нос майора Ковалева. Вот эту табличку сделали из розового мрамора, который привезли с родины Николая Васильевича. Это украинский розовый мрамор. Повесили и дозделали. И висела она некоторое время на этом доме, до тех пор, пока не исчезла. Ну, создатели, видимо, погоревали какое-то время и сделали точную копию. И повесили. И через некоторое время оригинальная, то есть первая табличка с носом нашлась. Причем она нашлась в доме, к которому мы сейчас направляемся. Я вам покажу. Это дом старухи-проценщицы. Но это никак не связано одно с другим. Просто сам факт, что нашли в подъезде того дома. Ну, и получается, сейчас одна табличка с носом висит вот здесь на доме, а вторая находится в музее городской скульптуры. Так вот, возвращаясь к Достоевскому, если в ранних его произведениях была тема бедных людей, потому что он как раз пишет одно из своих произведений, которое ему принесло славу. Это роман «Бедные люди». После того, как он закончил инженерное училище, ведь адреса, которые связаны с Достоевским, не ограничиваются вот этим микрорайоном. Естественно, их в городе гораздо больше. Ну, это инженерное училище, инженерный замок нынешний Михайловский. Одно из таких мест. Естественно, он там учился. Ну, он хорошо учился, но нехотя его это не интересовало. Его интересовала литература. И он основную массу своего времени посвящал тому, что читал и писал. А поселившись уже на квартире, там было все устроено так. Кстати, не в последнюю очередь с легкой подачей его брата, который о нем заботился. Было уже понятно на тот момент, что Федор Михайлович не умеет обращаться с деньгами. И он попросил врача резинкомфа поселиться с Федором Михайловичем, чтобы хоть как-то контролировать его, ну, скажем так, его жизнь, да, его расходы, чтобы он направо и налево не тратил. Потому что надо сказать, что после смерти отца средства в семье были. И был назначен на тот момент еще опекун, который должен был определенную сумму выделять. И этой суммы на тот момент хватало, чтобы, ну, как хватало? Скромно жить весь год. Но поскольку Федор Михайлович абсолютно не умел тратить, вот он таким образом все спускал. Он мог отдать какому-то не ищущему деньги. Или он мог купить совершенно ненужную вещь. Например, об этом писала также Анна Григорьевна Сниткина в своих воспоминаниях, когда они уже совместно жили. И она могла привести пример, что приходит Феденька домой с какой-то непонятной уродской вазой. Ну, значит, он ее взял, купил и принес ей в качестве подарка. Зачем нужна эта ужасная ваза? Непонятно. Ну, вот у него такой порыв был. Ну, и, соответственно, по молодости он также не умел тратить. Но проживание с вот этим врачом в одной квартире, оно имело такой, скажем так, двоякий эффект. Врач тоже был молодой и только начинал практиковать. К нему ходили пациенты. Ну, какие? В основном бедные, бедняки. И Федор Михайлович с ними со всеми общался. Непосредственно. Общался и жалел. И, соответственно, он их и подкармливал, и денег им давал. И многие начали этим пользоваться. Потому что люди у нас такие. То есть они стали ходить туда просто как в столовку бесплатную. К Федору Михайловичу домой. Но это вот минус. Но плюс было то, что пообщавшись с этими людьми и поняв, скажем так, их природу, он создал свое произведение, которое, скажем так, сразу ему дало такую, скажем так, славу. Роман этот, Григорович, его друг, передал Некрасову, который на тот момент был молодой тоже, но уже такой перспективный издатель. Некрасов отнесся к этому скептически. Говорит, да, ну что, ну давай почитаем. Почитал и пришел в восторг. Пошли немножечко вот сюда, в эту сторону. Вот. Потом Некрасов передал это произведение Белинскому со словами «Новый Гоголь родился», на что Белинский еще более скептически ответил у вас, Гоголи, «Как грибы растут», сказал он. Но, прочитав, соответственно, вдохновился, уже впечатлился и Белинский. Ну и вот таким образом началась литературная слава Достоевского, но потом еще было много всего. Была и каторга, ну и точнее, и Петропавловская крепость, и каторга, и, в общем, это очень сильно повлияло на него. Уже после каторги он создает такое знаменитое пятикнижие Достоевского, называется это пять своих самых важных, самых значительных произведений. Это преступление и наказание, подросток, что там еще у нас, конечно же, братья Карамазовы, и еще два, я забыла, какие. Анна Каренина? Не, ну не Анна Каренина, конечно, между прочим, к вопросу про Анну Каренину. Когда Федор Михайлович умер, Анне Григорьевне было 35 лет, и она больше не вышла замуж. При этом она писала, ну а за кого мне выходить замуж? Не за Толстого же, он же женат. Вот, ну действительно, после такого гения, как Федор Михайлович, очень трудно ей было найти кого-то, в общем, так она осталась одна. Ну и вот, соответственно, еще один дом, который связывают непосредственно с Достоевским, а точнее с преступлением и наказанием, потому что именно здесь, как считается, опять же, краеведами, Достоевский поселил старуху-проценщицу. Хотя под описание в произведении подходит еще минимум два адреса, потому что дом этот выходил на Канаву, вот Канава. Но официально все гиды вам будут втирать, что вот этот дом. А вообще, квартира находилась здесь, на четвертом этаже, окнами на запад. Достоевский описывает Алену Ивановну как крошечную сухую старушонку, лет 60, с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом. Раскольников первый раз ее видит простоволосой, белобрысой и в меховой коцовейке. В романе описан ее статус, коллежская регистраторша и проценщица. С одной стороны, она имеет славу богатой женщины, с другой в ее жилище очень аскетичная атмосфера, с геранью, желтыми обоями и кисейными занавесками. А также диван, круглый стол, комод и грошовые картинки немецких барышень. Старуха отличала любовь к чистоте и хорошая память. И надо сказать, что когда читаешь произведение, производит действительно она очень неприятное впечатление, прям противненько. Но эта бабулька завещала все свое имущество после своей смерти в один монастырь в Энн-Губернии. То есть в каждом плохом всегда есть что-то, как говорится, хорошее. Ну что ж, завершая свой рассказ, могу сказать, что Достоевский настолько важная персона в нашей литературе. Его, о нем, точнее, писали и Ницше, и Эйнштейн, Зигмунд Фрейд. Он придумал бренд Петербурга «Белые ночи», написав одноименное произведение. Дело в том, что эти же ночи, как они правильно считаются, гражданские ночи или как-то так, они есть не только в Петербурге, а много где еще. Но когда мы говорим «Белые ночи», мы не подразумеваем Петербург. Это все благодаря Федору Михайловичу. Еще один глагол появился в русском языке, как считается тоже Достоевскому. Это глагол «стушевался». А происходит он от того, что в своем инженерном училище они рисовали, точнее, не рисовали, там создавали чертежи, и нужно было некоторые линии растушевывать. Ну вот отсюда он придумал вот этот вот глагол. Ну что ж, на сегодня у меня все. Я надеюсь, вам было интересно, потому что я бы хотела, конечно, еще много всего рассказать, но, к сожалению, уже просто отваливаются пальчики, поэтому мы пойдем сейчас греться. Будет еще много интересных историй. Если хотите индивидуальные экскурсии, вы можете написать мне в личные сообщения. Контакты находятся в описании к этому видео. Всем спасибо, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok